Всем привет! Я Маша Лилпи и вы на моем ютуб канале! И сегодня у меня супер творческий челлендж! Я буду рисовать один и тот же рисунок за минуту, за 10 минут и за час! Посмотрим, что из этого получится! И думаю, что по моему образу, а также по заднему фону, вы уже поняли, какого персонажа я буду сегодня рисовать! Правильно! Кэт-напа! И для этого я уже подготовила все, что мне будет необходимо! Три листа бумаги, вот такие вот акварельные, и художественные материалы! Это маркеры, карандаши, ручки и даже краски! Вот такого кэт-напа я планирую нарисовать! Кэт-нап за одну минуту! Ребята, тут я уже поставила таймер, осталась нажать только кнопочку старта, у меня какой-то мандраж, мне будет что-то прям переживательно! Потому что я понимаю, что без эскиза очень тяжело будет нарисовать вот эту вот форму головы! Ну, вы, ребят, понимаете, просто он получается какой-то кривой! Я эскиз делать не буду, потому что, понятное дело, что за минуту я все это просто физически не успею сделать! Поэтому я сразу буду рисовать маркерами, и, наверное, рассказать я тоже его не успею, поэтому просто такой контур корявенький получится! Ну, давайте посмотрим, что у меня из... Выдет! А, у меня аж язык заплетается! Поэтому давайте, ребят, начинать просто! Раз, два, три! Так, все, таймер пошел, ребята, мне страшно! Так, у меня что-то рука трясется, надо вот так вот сделать! Ага, ага, рот пошел вот такой вот! Вот такой вот рот, ребята, 50 секунд! Капец, как так прошло-то уже быстро! О, кстати, ну, слушайте, не так уж и плохо, как я думала! Выемки под глаза! Нет, уши, уши, уши сначала! Вот так вот, ребята, 36 секунд! Да как так-то получается! Вот так вот, уши, вот такие вот! Глаза, глаза надо успеть! Нос! Глаза надо успеть, главное! Главные глаза! Я тело-то не нарисовала, ребята! Ну, вот, вот такие вот глаза! Что? Что у него? Какие-то кривые глаза! 18 секунд, ребята, у него тело идет вот так вот, и у него тут еще вот такие вот лапы, да? Вот так вот у него... Что это такое? 10 секунд у меня еще есть, чтобы исправить всю эту ситуацию! Давайте хотя бы глаза зачирикаем вот так вот. 4 секунды, 4 секунды. Блин, мне кажется, это было лишнее. Все, ребята, стоп. Ребята, это просто какой-то кошмар. На самом деле, не так уж и криво, но я не успела раскрасить глаза. Вот в этом вся проблема. Они косо у него смотрят, как-то вот так вот. А так, в целом, очень даже неплохо. Меня радует этот результат, учитывая то, что это все сделано за одну лишь минуту. Ну, теперь переходим к более такой усложненной версии рисунка. Рисуем за 10 минут. Катнап за 10 минут. Ну, мне кажется, что тут хотя бы я должна успеть его раскрасить. И должно получиться не так коряво-криво. Ладно, раз, два, три. Так, ну, я не так сильно переживаю. Сначала мы рисуем круг. Теперь рисуем треугольник. Теперь надо все это соединить как бы в одно целое. Опа, вырисовываем ему бровки такие вот. Ну, как бровки, вот эти углубления под глаза. Вырисовываем форму рта. Слушайте, у меня еще 9 минут 38 секунд. Отлично. Они пройдут так же быстро, как одна минута. Так что надо все равно не расслабляться. Он прям в душу смотрит мне на этом референсе, мне очень страшно. Так, нос у него вот такой, вот такой. Побольше треугольненький или поменьше наоборот. Глаза, глазам. Так. 8 минут 57 секунд как так-то уже. С первого раза получилось, чтобы он прям вот прямо смотрел. А то я обычно миллион раз перерисовываю, чтобы он смотрел прямо. Ну, какой-либо персонаж. Одна лапа у него вот здесь должна как-то выходить. Ну, где-то у него должна быть спина. Что-то мне кажется, как-то это кринж какой-то. Решила его лицо просто без позы рисовать. Мне кажется, так будет лучше и понятнее по восприятию. Тело вот как-то оно вообще сюда не вписывается. Так, все, у меня осталось 7 минут 48 секунд, поэтому уже пришло время для того, чтобы его обводить. Вот она, восьмерочка моя любименькая. Сейчас главное вот тут вот не накосячить, потому что я буду очень торопиться и нервничать. Тем самым я могу что-то сделать нехорошо. Ну, кстати, обычно я вот раньше за 10 минут хорошие скетчи рисовала. Ну, как раньше. Сейчас рисую. Просто я об этом не задумываюсь, потому что у меня нет ограничения по времени. В итоге выходит за 10 минут. Пипец, ребята, ужас какой. Рукава надо закатать, хотя бы вот так. Почему я теперь похожа на Камилу из Энканта, мне кажется? С такими рукавами. Ломанный лайн получается. Ничего, карандаш должен все исправить. А я же ничего не успею. Я уже начинаю рисовать, как будто бы я это сейчас дорабатывать буду, как за час. А даже учитывать то, что это такой набросок, потому что 10 минут, ничего не успею. Я вот сказала про Камилу и теперь пою. Не упоминай, Брун, но, 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 но. Так, главное-то успеть не черным раскрасить, а то у меня 4 минуты 35 секунд остается. Так, ну хотя бы что-то бы успеть, ребята. Что-то бы успеть. Ну, 4 минуты. И за 4 минуты вполне можно. Хотя нет, нет, невозможно успеть. А сколько там в игре кальмара давалось времени, чтобы печеньку вырезать? Я не помню. Ребята, кто помнит, напишите в комментариях. У него не совсем черный рот, но что поделать, черный очень капризный цвет. Пришел Катнап. Да, реально настоящий Катнап. Я знаю, что черной краской никто тени не делает. И в целом это логично, я тоже не люблю, когда так делают, потому что получается какой-то некрасивый рисунок. Но хотя бы какие-то тени я вот сейчас успею наложить. И будет более-менее лучше. Ну, в целом, если честно, я не расстраиваюсь. Мне кажется, я почти все успела для 10 минут. Очень криво, коряво. Вот тут вот у меня, кстати, размазалось только что я рукой размазала. Класс. Саму себя подставила. Ну, кстати, слушайте, ну не так уж и плохо, если бы вот этого пятна не было бы. Давайте просто не будем обращать на него внимания. Можно немножечко докрасить. Типа так надо было. Размою вот его. Не получилось, только хуже сделал. Футболки, водой, все. В итоге только хуже сделал. Что в итоге у меня получилось за 10 минут? Кажется, как будто бы вообще ерунда полная, некрасивая. Но если сравнить с тем, что было за минуту, очень даже неплохо. Ну, вы согласны? Кэтнап за час. Ну, мне кажется, что за час я должна нарисовать шедевр, потому что час это прям много. Ну, 60 минут. Хотя, если 10 минут для меня пролетели как 3, то, наверное, час пролетит как 10 минут. Ну, ладно, все же, дать не было много балаболить. Сразу будем начинать. Начинать старт. Поставила час ровно. И уже 59 секунд. Ой, 59 секунд. 59 минут у меня осталось. Ну, начинаем с той же самой базы. Вот это и вот построение. Пользуясь случаем, спрошу у вас, ребята, какой ваш любимый персонаж из Poppy Playtime. Обязательно напишите об этом в комментариях. У меня, как, наверное, многие уже знают, любимый персонаж Мамилонглэкс. Кого лучше мне сейчас вот рисовать в этом челлендже? Кэтнапа или Мамилонглэкс? Ну, вот решила все-таки Кэтнапа. Я тут вот этот значок сама делала. А, вот этот значок, да, я делала сама. Это как раз, кстати, тоже сегодня буду образ снимать. Типа для работника Poppy Playtime. Но я подумала, раз сегодня видео тоже связано с Poppy Playtime, то почему бы не нацепить? И также вот эту подвесочку я еще делала для образа Кэтнапа, который я тоже скоро буду снимать. Тоже для того же видео, для которого я буду снимать образ сотрудника. Так, и что-то уже вырисовывается. Мостик должен быть вот здесь где-то. Тут надо нарисовать такой вот круг, который вот тут вот будет разграничивать. Это чисто какая-то тактика, которую я только что придумала. Мне кажется, так будет легче просто. Вот, слушайте, ну слушайте, как хорошо-то уже получается. Как хорошо-то выходит. Меня это уже радует. Вот тут мордочка идет прям вот, она прям вот к носу, прям близко. Поэтому вот так вот это должно быть. Вот, ну слушайте, 57 минут еще. Ой, а я уже почти весь набросок сделала. Ну вообще. 50 минут, и я начинаю раскрашивать. То есть я 10 минут потратила на набросок и так называемый лайн, который в этот раз я сделала карандашом. Потому что я так делаю всегда, когда какие-то рисунки, которые должны... Я не знаю, как объяснить, но то есть Кэтнап у него нет четких контуров. И я всегда делаю карандашом, чтобы был более мягкий лайн. Так, рот должен быть прям вообще идеально. Прям черный, черный, черный. Потом буду добавлять еще черный, когда подсохнет этот слой краски. И сейчас я приступаю к раскрашиванию фиолетовым. Вот такой вот я взяла светленький фиолетовый, потом его буду затемнять карандашами. Надеюсь, его хватит. Что-то он, кажется, как будто уже заканчивается. И главное, сейчас краски еще не коснуться, иначе маркер будет окончательно испорчен. Вообще опасно, очень опасно. Прям экстремально сейчас прохожу просто вокруг участков краски, которые еще не засохли. Поэтому давайте лучше уши раскрашу. Вот такой вот Кэтнап лежит у нас на кровати рядом с Хаги-Ваги. Это после часа радости. Ой, у меня тут насыпалось с точилки. 36 минут остается, и я уже начинаю покрас детальный. Ну и плюс, конечно, глаза, рот там вот этот черным и белым еще надо тоже будет прорисовать. Хотелось бы еще сделать блики, если я успею. Но это прям такое желание. Знаете, со звездочкой. Так, я уже покрыла вторым слоем вот рот и глаза. И мне кажется, то, что все, сейчас оно высохнет. И идеальный будет прям такой черный слой. Больше ничего не нужно будет. Я думаю, мне нужно немножечко, совсем немножечко подразмыть карандаш, чтобы он не был таким резким. И поэтому сейчас я возьму дополнительную кисточку. Быстренько-быстренько. А, оно не размывается. А что я надеялась? Так, остается 15 минут, и я уже попробую сейчас рисовать блики. Чтобы такой сочности картинке придать. Такого освещения какого-то. Сейчас начну вот рисовать что-то такое. Надо как-нибудь аккуратно это делать. Потому что тут нет как в на iPad действия, а отменить действия. Все придется исправлять вручную. СМР художественный. Так, ну что ж, у меня остается 7 минут 28 секунд. 28! И я уже дорисовывала. То есть, точнее, я уже дорисовала, но просто я уже делала такие правки. Чтобы, как бы, еще получше было. Но я считаю, что нет смысла заканчивать раньше времени, пока я еще могу что-то делать. Ну, то есть, лучше подкорректировать, чтобы был более такой эффект. Типа, вау, смотрите, как круто. Что, ребята, 5 секунд остается. Я только сейчас заметила. Все, ребятки, час прошел. Ну что, вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Да, капитан. Йоооо, тунь, тунь, тунь. Вот такой вот кэтнап за час у меня получился. Ну, слушайте, мне кажется, что получилось круто. А что вы думаете, напишите в комментариях. Я реально потратила на этот час своей жизни. Ну, мне кажется, кстати, что реально хорошо будет, как вы думаете. Ну, красота, ребята. И что ж, теперь давайте сравним все три рисунка. Давайте вспомним за минуту вот что у меня получилось. Я помню, как я говорила, что это не так уж и плохо. Но теперь по сравнению с тем, что у меня получилось за час, не знаю даже, что сказать. А это за 10 минут. Но это уже более приближенный вариант к финальному. И, соответственно, финальный. Как вы думаете, какой из этих вариантов более красивый? Напишите в комментариях. В комментариях, ну, вот этот вот, конечно, самый проработанный. Но, тем не менее, мне все равно вот этот вот тоже очень нравится. Потому что он выглядит, как, знаете, какие-то там страшные рисунки детей в хоррорах. То есть они такие размазаны немного, непрокрашенные. Понятно, дело, нарисованы на быструю руку, ну, потому что, типа, дети. Но, тем не менее, они создают какую-то интересную атмосферу. Плюс этот рисунок такой бледный. Ну, вот это, конечно, клинш. Ну, а что вы хотели за минуту? А вот это мне прям очень нравится. Я точно вырежу эту голову и куда-нибудь ее повешу. Мне прям вообще очень нравится. Если вам понравился такой формат, то обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, какие еще челленджи с рисунками можно придумать. А также подписывайтесь на мой YouTube-канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! Что спеть? Что про Кэтнапа можно спеть? Почему мне в голову пришла моя собачка одета? Дороже тебя купю рыпачки. Хотя это даже не про кота песни. Ну, ладно. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.